Тяжелая атлетика Один из популярнейших видов спорта Ее история в нашей стране насчитывает более ста лет Первый чемпионат в СССР по тяжелой атлетике проводился в 1923 году В Советском Союзе этим видом спорта занимаются сотни тысяч людей Сейчас советские тяжелоатлеты занимают ведущее место в мире В последнее время они нередко выходили победителями в Олимпийских играх на чемпионатах мира и Европы На Олимпийских играх в Сеуле советские тяжелоатлеты завоевали 6 золотых и 2 серебряных медали Выиграли командное первое Занятие тяжелой атлетикой требует от спортсмена развития различных физических качеств Главными из которых являются скоростно-силовые Например, взрывная сила мышц Однако часто бывает так, что спортсмен, даже имея высокий уровень развития физических качеств Не может их реализовать соревновательных упражнений Одна из основных причин несовершенства техники Стабильность техники выполнения соревновательных упражнений является залогом успешных выступлений Наш фильм посвящен анализу техники соревновательных упражнений, методике ее совершенствования Представлена современная методика обучения К основам техники упражнений следует отнести наличие жесткости связи между Опорой снарядом и крупными мышцами, осуществляющими подъем штанги А также принятие рациональных граничных поз между фазами и периодами Ударное взаимодействие с опорой И двухимпульсное развитие усилий на опору Для удобства анализа упражнений они разделены на 3 периода и 6 фаз Это деление научно обосновано И использование такого деления позволяет более успешно проводить процессы обучения и совершенствования техники упражнений Вообще подъем штанги это носит характер движений, которые свойственны прыжку Подъем штанги от груди, так как и рывок и подъем на грудь делятся на 3 периода и 6 фаз Требования к выполнению толчка штанги от груди такие же, как и к рывку и подъему штанги на грудь Движения разделены на 3 периода Это тягу, подрыв и подсед Каждый период содержит 2 фазы Фаза предварительного взаимодействия до отрыва штанги от опоры Предварительного разгона Во втором периоде в подрыве 2 фазы Амортизационная фаза, фаза финального разгона И в третьем периоде также 2 фазы Рассчитаны также граничные позы между фазами и периодами Принятие спортсменам этих поз в соответствии с модельными характеристиками Характеризует рациональную технику Здесь показаны позы при выполнении рывка и подъема штанги на грудь Разница в положении звеньев тела зависит от ширины хвата В рывке это хват широкий, в толчке узкий Поэтому и позы в толчке более раскрытые Углы в коленных суставах на 10-15 больше, чем в рывке Граничная поза между первой и второй фазой Это поза в момент отделения штанги от опоры В этот момент спортсмен должен иметь натянутые руки и туловище Следующая поза это поза между тягой и подрывом Следующая поза это между третьей и четвертой фазой Эта поза характеризует завершение подрыва Эта поза на границе опорного и безопорного подседа И поза опорного подседа, когда спортсмен фиксирует штангу на выпрямленных руках Такое деление упражнения на периоды и фазы И эти граничные позы были определены в результате научных исследований Они определялись по характеру изменения направления движения в суставах Специфики развития усилий на опору И характер включения мышц в работу Так тяга была определена по моменту начала повторного возрастания усилий на опору И сгибания ног в коленных суставах Подрыв завершается полностью Выпрямление в коленных и сазобедренных суставах И завершением работы двуглавой мышцы бедра Это деление биомеханически целесообразное И оно позволяет более успешно проводить процесс обучения и совершенствования Подъем штанги на грудь В целом-то выполняется так же, как и рывок Требования к технике его исполнения одинаковые Для того, чтобы спортсмен правильный начал подъем штанги Очень важно, чтобы стопа располагалась под грифом И проекция грифа проходила на просто фаланговые суставы Расстояние между стопами на помосте должно соответствовать ширине таза Или несколько больше Угол разворота стоп ориентировочный 40 градусов Расположение стоп на помосте относительно грифа По многому определяет характер перемещения штанги в пространстве Особенно в передне-заднем направлении Вот выполнение подъема штанги ригертом характеризует правильность перемещения снаряда Минимальное клонение в сторону атлета и минимальное клонение в сторону от атлета То есть штанга поднимается по 5-мальной кривой Нету больших колебаний снаряда в сагитальной плоскости Вот этот спортсмен также поднимает снаряд верно Без значительных колебаний его в сагитальной плоскости Толчок штанги состоит из двух движений Это подъем на грудь и толчок от груди Толчок штанги от груди, так как и рывок делится, как мы говорили, на 3 периода и 6 фаз Это первый период, предварительный полуподсет из двух фаз состоит Собственно толчок и подсет по снаряд Деление на периоды и фазы также обосновывается на основании биомеханических исследований Как видите, изменение направления движения в коленных суставах, это первая кривая Является границей между третьей и четвертой фазой Поэтому и движение разделено в соответствии с характером изменения направления движения сустава и развиваемых усилий Переключение от сгибания на разгибание, самая ответственная поза Поза на границе безопорного и опорного подсета Поза фиксации снаряда в ножницах Требования, которые предъявляются к технике исполнения толчка с груди Такие же, как и при технике исполнения рывка и подъема станки на грудь Очень важно при выполнении толчка довести до минимума перемещения штанги в передне-заднем направлении Снаряд должен опускаться строго по вертикали В случае значительного перемещения штанги вперед Спортсмен, как правило, снаряд не выталкивает Приводится характерный пример неправильного исполнения толчка штанги от груди Спортсмен вместился вперед, поэтому попытка неудачная Очень важно при выполнении толчка штанги от груди использовать упругие свойства грифа Гриф в первой и второй фазе перетерпевает следующее изменение Сначала он прогнут, потом прямой, потом вновь прогнут И далее наибольшие изгибы достигают в момент переключения от третьей на четвертой фазу В случае, если спортсмен не умеет использовать упругие свойства грифа Гриф работает не на результат, а против результат Траектория перемещения штанги в толчке от груди у Давида Ригерта Характеризуется минимальным отклонением штанги от вертикальной линии Гораздо лучше Это движение выполняет Куренцов У него нулевое отклонение в перемещении штанги от вертикальной линии Важной частью толчка штанги от груди является подсед В подседе туловище должно быть прямое Усилия на опору должны распределяться равномерно на обе ноги Данный атлет поднимает снаряд на грудь относительно верно Однако, выталкиваясь с груди, все усилие распределяется напереди стоящей ноге У этого спортсмена неправильная постановка на опору сзади стоящей ноги Приводится траектория перемещения штанги при подъеме на грудь и толчке штанги от груди Правильное исполнение подъема штанги на грудь У многого определяет и правильность выталкивания штанги от груди У Ригерда она идеальная Соблюдение основ техники позволяет успешно поднимать спортсменам штангу Добивается это за счет использования в тренировочном процессе различных средств направленных на совершенствование техники Перед тем, как приступить к изложению материала по совершенствованию техники выполнения рывка Необходимо еще раз остановиться на особенностях его исполнения Рывок требует проявления взрывных усилий на опору И осуществлять это нужно при жесткости связи между опорой, снарядом и крупными мышцами Спортсмен выполняет подрыв, мощная талкость от опоры двумя ногами Правильно выполняет подсед, прогнув поясницу Вот мы наблюдаем наличие жесткости связи при съемке штанги с опоры Правильное положение в начале подрыва Имеется некоторое нарушение техники, так как спортсмен убрал плечи назад Подсед же исполняет верно Обратите внимание, что начало подрыва осуществляется с опорой на полную стопу Однако штанга перемещается несколько по дуге Очень важна постановка ног на старте И принятие правильной стартовой позы Здесь вот характерно показано, как у спортсмена прогнутая спина и правильное положение головы Правильный съем штанги с опоры Поясница прогнутая В рывке, как и в других упражнениях, очень важна правильная постановка ног под линией грифа Надо, чтобы проекция грифа сла через плюсно-фаланговые суставы стопы Съем штанги с опоры должен осуществляться мощным активным движением Очень важно, чтобы спортсмен точно знал свое стартовое положение Как должны располагаться руки на грифе Каким должно быть туловище Необходимо, чтобы туловище было прогнуто в поясничном разделе Штангу снимать при натянутом руках и прогнутом туловище Положение головы на старте во многом определяет правильность исполнения движения Голова должна быть приподнята Это делает возможным иметь тонус в мышцах спины При совершенствовании техники рывка используются различные упражнения Рывки с виса выше коленей, ниже коленей Рывки в полуподсед и в полный сед Можно это исполнять отдельно, а можно в одном упражнении При разных повторениях Вот здесь рывок в полуподсед Рывок в полуподсед выше коленей Рывок в полуподсед ниже коленей И рывок с помоста в низкий сед полностью При совершенствовании техники рывка Спортсмены для укрепления жесткости связи со снарядом используют лямки Это позволяет спортсмену активнее включать работу мышц ног и туловища В данном случае спортсмен выполняет рывок с различных исходных положений В этом исполнении очень важно последовательное исключение мышц в работу Сначала работают ноги, потом опять ноги и далее спина Очень важно правильно исполнять подсед Одной из устраненных ошибок техники выполнения рывка является преждевременный отвод плеч назад Вот в этой попытке спортсмен сразу и демонстрирует эту ошибку Поэтому тренер вносит коррекцию движения Второе выполнение более правильное Одним из наиболее распространенных упражнений для совершенствования техники рывка и развития специальных физических качеств является тяга рывковая Ее нужно исполнять в той же координации, как рывок классический Вот в данном случае спортсмен правильно исполняет тягу, отталкиваясь мощно ногами от опоры И заканчивая движение трапециевидными мышцами Для совершенствования техники рывка также используются пленты Когда спортсмен устанавливает снаряд на той высоте, которую он считает нужным В данном случае эта штанга находится на уровне коленных суставов Спортсмен исполняет рывок в полуподсет Рывок в полуподсет от уровня коленей способствует развитию взрывной силы Это же упражнение можно выполнять с плентов только в виде тяги Когда спортсмен выполняет рывок, а подсет не делает Выполнение тяги рывковой и тяги толчковой по координационной структуре не очень похоже Следующим упражнением, которое используется для совершенствования техники рывка И развития специальных физических качеств Является выполнение тяги с подставки Здесь очень важно, чтобы спортсмен и тренер правильно определили величину отягощения Так как значительный вес может не позволить спортсмену правильно выполнить это движение Очень распространено совершенствование техники рывка всей группой Когда все спортсмены выполняют рывок Это в значительной степени повышает качество тренировочного процесса Как уже отмечалось ранее, толчок состоит из двух движений Подъем штанги на грудь и толчок ее от груди Качество выполнения подъема штанги на грудь По многому определяет и возможность спортсмена правильно выполнить толчок штанги от груди В требованиях к выполнению рывка и подъема штанги на грудь одни и те же Это наличие жесткости связи с опорой Рационально-последовательное исключение крупных мышц в работу По схеме ноги-ноги спина И ударное взаимодействие с опорой Но здесь, так как и в рывке, спортсмен должен иметь прогнутую поясницу Прямые натянутые руки И, поднимая снаряд, ударно взаимодействует с опорой Граничной позой между первой и второй фазой является момент отделения штанги от опоры И вот здесь хорошо показано, как у спортсмена натянутые руки, прогнутая поясница До начала подрыва спортсмен оставался на полной стопе И далее, отколкнувшиеся топоры, взаимодействие со снарядом, выполняет подсед Качество выполнения тяги и подрыва Во многом определяет и успех при подъеме станги из-под седа При подъеме станги на грудь в толчке Хват значительно уже, чем в рывке Поясница больше прогнутая и вообще поза больше открытая Одним из основных упражнений, которые используются при совершенствовании техники подъема станги на грудь И является, собственно, подъем станги на грудь А также, как и в рывке, тяга, только тяга толчковая Тяга толчковая выполняется должна с той же координацией, как и толчок классический Тяга толчковая и тяга рывковая исполняются по той же схеме Соблюдая те требования, которые предъявляются к классическим движениям Следует отметить, что правильность исполнения тяги толчковой Во многом определит прогресс в этом упражнении Так как если спортсмен тягу выполняет неверно То прирост результата у него будет значительно меньше Спортсмен должен ставить задачу, выполняя тягу Совершать движение точно так, как и толчок классический Взятие на грудь То есть движение полной амплитуды Ударное взаимодействие с опорой Активные работы трапециевидными мышцами и мышцами рук Одним из упражнений, которые способствуют прежде всего результата в рывке и в толчке Являются наклоны Наклоны исполняются по-разному Есть вот темповые наклоны с прыжком Есть наклоны силовые Когда спортсмен просто наклоняется вперед Ибо ноги в коленных суставах На этом примере очень хорошо видно Насколько верное и правильно организовано движение у данного спортсмена Правильно выполнен подъем станги на грудь И позволяет спортсмену успешно выполнять толчок станги от груди К толчку станги от груди предъявляются те же требования техники, что и в других движениях Это наличие жесткости связи с опорой и ударное взаимодействие с опорой А также последовательное включение основных групп мышц в работу При толчке станги от груди очень важна правильная постановка ног на опору Они обычно останавливаются на ширине плеч Стопы параллельно Или же несколько разведены в стороны При толчке станги от груди правильное строго по вертикали перемещение системы атлет-станга вниз В данном случае спортсмен демонстрирует неправильное исполнение Здесь особо наглядно видно, как спортсмен перемещается вперед и провалит колени вперед Вот последние два исполнения были правильные Для того, чтобы станга не перемещалась вперед, необходимо поднимать локти Выше мы говорили о правильности выполнения подстангов и толчке станги от груди Это необходимо, чтобы впереди стоящие ноги в коленном составе угол был тупой Опора на обе ноги и пятка приподнятая Вот здесь наглядно видно, как атлет неправильно поставил впереди стоящую ногу И перевесил центр тяжести вперед Раслонил туловище вперед Сейчас тренер вносит коррекцию движения Для того, чтобы четко себе представить, как находится стопы ног на помосте Специально тренер мелом наносит их проекцию на помост Вот здесь будет видно, что у данного спортсмена впереди стоящая нога Располагается несколько ближе к проекции грифа, чем сзади стоящая Это неправильно Ноги должны располагаться симметрично Относительно линии, проведенной как проекция грифа на опору Вот неправильное выполнение вставания со станка из подседа Спортсмен сделал шаг вперед Необходимо подниматься за счет упрямления перед стоящей ноги Очень важно быстрое переключение от сгибания на разгибание в коленных суставах Этого можно добиваться за счет различных упражнений Одно из этих упражнений вот сейчас будет продемонстрировано Спортсмен будет опускать станку на грудь и из ножниц выталкивать ее вверх Вот обратите внимание, как идет переключение в коленном суставе от сгибания на разгибание Одним из вспомогательных упражнений для совершенствования толчка станки от груди в плане развития силы мышц рук и верхнего плечевого пояса является швунг жимовой Швунг жимовой может исполняться с груди и из-за головы В данном случае исполнение производится из-за головы Для укрепления мышц плечевого пояса и рук используется также упражнение, которое называется жим лежа Оно исполняется различным хватом, широким узком, в данном случае хват средний Упражнение, которое способствует развитию специальных физических качеств и повышает результат во всех упражнениях является проседание Проседание следует выполнять в том ритме, как производится вставание из подседа и выполняется тяга Поясница должна быть прогнута, колени не разведены, грудь приподнятая Нельзя останавливаться в подседе, сразу нужно из подседа подниматься Другим упражнением, которое имеет целевое назначение, это развитие силы ног для более успешного вставания из подседа при подъеме штанги на грудь Является проседание со штанги на груди Оно тоже должно выполняться вот в таком ритме, как приводится здесь у нас в фильме Собесообразно в одной тренировке, чтобы все спортсмены совершенствовали одно и то же упражнение Вы же отмечали, что подъем штанги по сути есть прыжок И техника исполнения прыжков, которые используют тяжелоатлеты, должна повторять координации, которые характерны для подъема штанги И требования те же самые соблюдать То есть спортсмен должен мгновенно переключаться от сгибания на разгибание в коленных суставах В системе тренировочных занятий используются различные прыжки Это прыжки в глубину с разной высоты, это вот многоскоки А также прыжки на специальном устройстве, выполняя рывок или толчок в полной координации Спортсмен, находясь между двумя плентами, выполняя рывок, на них запрыгивает Очень распространенным упражнением, которое используют тяжелоатлеты в настоящее время Это прыгивание в глубину с последующим выпрыгиванием вверх Здесь очень важна техника Спортсмен должен прыгать с такой высоты, которая позволяет ему не задерживаться при приземлении А сразу выпрыгивать вверх Следует обратить внимание, что прыжковая подготовка не является средством общей физической подготовки Она должна органически входить во весь тренировочный процесс И ее нужно также планировать, как и тяги, приседания и другие упражнения Толкание ядра, как ранее говорилось, противляет спортсмену те же требования, как и при выполнении упражнений со штангой Поэтому надо стремиться, чтобы толчок выполнялся технически верно Следующим упражнением, которое способствует развитию взрывной силы мысл И совершенствует переключение от сгибания на разгибание в коленных суставах Является метание ядра При выполнении метания ядра совершаются такие же ошибки, как и при выполнении упражнений со штангой Это работа за счет разгибания туловища, а не ударных взаимодействий ног с опорой Поэтому тренер правит спортсмена Данный спортсмен выполняет лицание не совсем верно Предлагаемая методика обучения, разработанная аспирантом кафедры тяжелой атлетики экстолив, где Николай Денисович под нашим руководством Впервые предлагается начинать обучение с формирования обучаемых механизмов, заложенных в организации подрыва в рывке, подъеме штанги на грудь и собственной толчке при подъеме штанги от груди Она подразумевает использование специального устройства тренажерного Впервые предлагается начинать обучение с формирования обучаемых механизмов, заложенных в организации подрыва, то есть прыжку Сначала спортсмены обучаются граничным позам, которых пять Каждая поза должна быть усвоена спортсменам до автоматизма А также демонстрируется тренажерное устройство, которое позволяет выполнить движение в прыжковой координации Педагог сформировал представление о том, чему они будут обучаться Сейчас они обучаются уже переходу из первой позы во вторую Переход из первой позы во вторую Далее они обучаются переходу из первой позы во вторую с прыжком Необходимо выполнять каждую из подсистем до полного автоматизма И не приступать к обучению в следующей подсистеме, пока спортсмены не усвоят предыдущую Сейчас они принимают третью позу и из третьей позы прыжком переходят во вторую позу Это обучение третьей подсистеме Повторное исполнение перехода из третьей позы во вторую с помощью прыжка Далее спортсмены принимают четвертую позу, когда гриф танги находится ниже коленей Гриф танги находится ниже коленей, порядка 80 сантиметров И пройдя через третью позу, они прыжком приходят во вторую позу Из четвертой в третью прыжком во вторую А далее выполняется рывок в полной координации То есть спортсмены принимают пятую позу, когда танга как бы стоит на помосте И пройдя через третью позу, прыжком выполняют рывок Обязательным требованием является медленное прохождение до третьей позы Сейчас спортсмены выполняют рывок с помостом в полной координации Пятая поза, прыжок, вторая поза Следующим упражнением, которому обучается спортсмен, является подъем танги на грудь Здесь также демонстрируются позы, которым спортсмен будет обучаться Это вот третья поза, четвертая поза, когда гриф танги находится на 10 сантиметров ниже коленей И пятая поза, когда танга на помосте Обучение начинается подъема штанги на грудь С демонстрации положения штанги на груди и подседа Далее демонстрируется третья поза, когда педагог находится на втором уровне тренажерного устройства Далее четвертая поза, когда штанга находится 10 сантиметров ниже коленных суставов И пятая поза, когда штанга находится как бы на помосте Это вот те позы, которым спортсмен будет обучаться А сейчас повторяется позы и выполняется связка Из-за исходного положения штанга ниже коленей, ниже коленей и на помосте выполняется подъем штанги на грудь Педагог обучает спортсменов положению штанги на груди и подседу Идет обучение последовательно третьей позе Спортсмены находятся на втором уровне тренажерного устройства Теперь обучается четвертой позе Теперь идет обучение подъема штанги на грудь с уровня коленных суставов С прыжком со второго уровня на третий Тренажерное устройство таким образом сконструировано, что спортсмен не может выполнить упражнения, не совершив прыжок То есть создаются такие условия, при которых неправильное исполнение исключено Вот теперь спортсмены будут исполнять из четвертой позы в подсед Далее идет обучение пятой позе И связка, переход в подсед Всполняю прыжок Третья поза, четвертая, пятая, третья, прыжок в подсед Далее идет обучение техники выполнения толчка штанги от груди Показываются граничные позы Методика обучения техники толчка штанги от груди Базируется на представлении о том, что толчок штанги от груди Суть прыжок Демонстрируются граничные позы, которым спортсмены будут обучаться Третья поза, первая поза, вторая поза, третья поза, четвертая поза И пятая поза, когда штанга на груди Спортсмены выполняют упражнения на тренажерном устройстве Вот постановка ног при выполнении последовательного исполнения поз Это третья поза, когда штанга на груди Четвертая поза, когда ноги несколько совмещены И пятая поза, когда штанга на груди Вторая поза, из первой во вторую позу переход Идет обучение перехода из первой во вторую позу Спортсмены подняли штангу на выпрямленные руки Поставили ноги, приняли первую позу И выполняют вторую позу Первая поза и вторая поза Выполняется прыжок В положении из первой позы Спортсмены выполняют прыжок из положения в первой позе Как и в рыбке, нужно доводить исполнение до автоматизма Спортсмены принимают третью позу И из третьей позы переходят в первую В подсед Третья поза прыжком переходит в первую позу И далее спортсмены выполняют толчок в полной координации Исходное положение Толчок И фиксация штанги на прямых руках Таким образом, новая методика дает возможность предупредить большинство ошибок Допускаемых при использовании традиционных схем и методов обучения Предлагаемые рекомендации резко повышают качество И сокращают сроки освоения техники Позволяют добиться автоматизма в исполнении соревновательных упражнений Эта методика открывает большие возможности многим спортсменам Она создает необходимые условия для успешного участия в соревнованиях И достижения высоких результатов Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова